Здравствуйте! Сегодня тема недели о главном. Украина. Тишины больше нет. Вместо нормандского квартета говорят град и ураган. Корабль тонет, но курс верный. Неолибералы Медведева не собираются менять экономический курс. Многострадальное российское образование. Новые реформы, новые потери. Еще раз здравствуйте! С вами информационно-аналитическая программа «Тема недели». Первый раз в новом году. В студии Олег Николаев. Первые дни наступившего 2015 года принесли немало печальных известий. Это в первую очередь исламистская истерия в Европе, страшная трагедия французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» и последовавшая затем эпопея с заложниками, а также череда стихийных бедствий от снежных бур в США и Канаде до наводнений в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Это есть еще и чехарда террористических атак в Нигерии и Малии. В общем, траурный список можно очень легко продолжать дальше. Хуже всего другое. Везде гибли люди. К сожалению, не стало исключением и многострадальная Украина. Хрупкое перемирие там сменилось активной фазой боевых действий. И хотя минские соглашения, в общем-то, никто не отменял и никто формально от них не отказывался, украинские силовики подтянули к Донецку и Луганску тяжелую артиллерию и систему залпового огня и принялись методично расстреливать жилые кварталы. Возобновились серьезные бои в районе Донецкого аэропорта. На сегодняшний момент ситуация в аэропорте заканчивается зачистка нового терминала. Знамя висит уже наше. 95% терминала под нашим контролем. Остались небольшие части сопротивления со стороны Песок. Отмечено несколько попыток атаковать позиции ополченцев в Луганской области. Одновременно президент Порошенко подписал указ о новой волне мобилизации с немедленной отправкой новобранцев в район антитеррористической операции, как они ее называют. Активные боевые действия мы нарастили мязи. Щотижня. Мы нарастили нашу группировку на Юго-Востоке. Передали в войска сотни единиц новой боевой техники. Завтра я подпишу указ о новой волне мобилизации. Откровенно буксует процесс политического урегулирования. Министры иностранных дел Нормандского квартета не смогли договориться о Берлине, ну а потому не состоялся и саммит того же формата в Астане. Опять же пустуют места переговорщиков в Минске. У нас есть информация, весьма тревожная, мы ее сейчас перепроверяем, о том, что действительно силовики готовят в обозримом будущем очередную попытку силового решения проблемы. Это будет катастрофой. Есть информация, которую, собственно говоря, не отрицают украинские руководители, о том, что объявлена мобилизация, упоминаются разные цифры, но от 50 до 200 с лишним тысяч человек должны быть мобилизованы в армию другие силовые структуры. По-прежнему нет никакой ясности в том, каков статус так называемых олигархических батальонов, которые непонятно кому подчиняются. По-прежнему действуют незаконные вооруженные формирования типа правого сектора, которые тоже отказываются под чье-либо начало легитимное вставать. Хуже всего в этих условиях приходится населению Донбасса. В домах нет горячей воды и отопления, периодически отключается электричество, не хватает, собственно, воды и продовольствия, практически нет медикаментов. И все же, даже среди этой разрухи и людских страданий нет-нет, да и мелькнет что-то хорошее и светлое, что возрождает надежду. Об этом в сюжете наших коллег из Донбасса. Старобешево – поселок, основанный на юго-востоке Донецкой области более 200 лет назад. Здесь живут аграрии, шахтеры, энергетики. Войны казались уже в прошлом, но беда пришла откуда не ждали. Во время вооруженного конфликта на Донбассе в Старобешево базировались силы украинской армии и затем различных военизированных батальонов. Теперь Старобешево возвращается к мирной жизни, но следы войны видны на каждой улице, а в местном госпитале до сих пор лечатся раненые. Вечером покормил хозяйство, вышел к калитке, и два метра от меня упала бомба. Вот все мало, что произойдет, и я все. Память потерял, потом пришел в себя, оказался здесь. Доктора и персонал больницы работали ежедневно. Такого количества пациентов с различными ранениями здесь еще не бывало. Самая гуманная профессия в мире – врач. Она обязывает сохранять жизнь и здоровье каждому человеку, независимо от его расы или политических взглядов. Мы люди в белых халатах, мы люди без границ. Мы должны оказывать помощь любому, независимо от цвета кожи, от вероисповедания. Несмотря на крайне недостаточное финансирование в то время, в любом случае мы всегда были готовы оказать помощь. Вчерашние сограждане стали идейными врагами. Учились по одной школьной программе, говорят на одном языке. Как же случилось, что одни из них стали настоящими садистами, которые могут легко лишить жизни другого человека? Когда зашел Азов и Айдар, это была работа здесь невыносима. Потому что были угрозы, работали мы под дулами автомата. Вот один боец, он уперся мне в бок дулом автомата. Я ему сказала, опустите оружие. А я думаю, что вы роботы. Я говорю, что вы меня застрелите? Он сказал, легко. Больница в Старобешево осталась без финансирования и, как следствие, без медикаментов. Особенно остро стоял вопрос с инсулином. Гуманитарная помощь с медикаментами была доставлена из России и направлена в госпиталь. Военные, выбирая профессию, знают, что его ожидает риск. А мирные граждане возле своих собственных домов подверглись жестоким обстрелам. Такую благодарность они получили от государства, в котором жили и трудились много лет. Нагнулся брать фантус с водой. Прямо на дом. Прямо в удам. Вот так вот. После того, как Старобешево перешло под контроль Донецкой Народной Республики, жизнь стала постепенно налаживаться. Ремонтируются поврежденные обстрелами здания, детские сады и школы, постепенно идут на поправку раненых в больнице. Люди с надеждой смотрят в будущее. Очень хотелось бы завершить украинскую тему именно на этой ноте. К сожалению, не получается. Не можем мы пройти мимо высказывания главного ньюсмейкера киевского режима, премьер-министра Яценюка. Сын историка, и сам, кстати, тоже историк по образованию, вдруг выяснил, что суть Второй мировой войны заключается в том, что СССР напал и оккупировал Украину, ну а потом заодно и Германию. В хитросплетениях исторических экскурсов украинского премьера разбирался наш корреспондент Александр Тинянов. На правозлавное Рождество украинская делегация во главе с Арсением Яценюком отправилась в Германию за подарками. Но их пребывание в Берлине не вызвало широкого отклика в средствах массовой информации. Пока Яценюк с министрами летел из Киева, в Париже радикалы-исламисты расстреляли сотрудников французского сатирического журнала, что отвлекло внимание европейской прессы от этого визита. Видимо, пришлось импровизировать, привлекать внимание по-своему. И в интервью немецкому телеканалу АРД прозвучало. Так как российская военная агрессия против Украины, это заехание на световой порядок и это заехание на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помнимем радянскую инвейжен как в Украину, так и в том числе и в Немеччину. И этого нужно уникнуть. И никому не позволено переписывать результаты Другое святой войны, что пытается сделать президент России пан Путин. То есть, пытаясь лишний раз выставить Россию агрессором, Яценюк легко приравнял свою страну к фашистскому рейху, заклименному Международным судом. Если не считать последовавших след за этим шуток немецких журналистов, то официальный Берлин отказался комментировать слова Яценюка о советской агрессии во Вторую мировую. С точки зрения психологии, Яценюк выглядит, по крайней мере, по тем скудным, как, так скажем, истероидный тип. Значит, имея достаточно хорошее представление о реальной истории, по крайней мере, традиционной истории, он демонстративно заявляет совершенно другое. Почему? Вот мы с вами говорим. Привлечь внимание. Причем вот в этом плане еще одна характерная черта для истероидного рисунка личности – это то, что он врет искренне. Понимаете? Для него вот стремление привлечь к себе внимание настолько доминирует, что средства оправдывают. Понимаете? Вот эту цель. Но чтобы в личности премьера молодого украинского государства не послужило причиной дипломатического конфуза, за словами надо следить. Министерство иностранных дел России направило Киеву ноту протеста в связи с этим заявлением. Разумеется, это было абсолютно целенаправленно осознанное высказывание, именно нацененное на внутреннюю политическую реальность. Международный шум осядет через неделю, через две, через три. А внутри Украины Яценюк займет нишу крайне правого политика, который готов отстаивать позицию западной Украины любой ценой. Потому что именно как раз таки заявка на то, что Яценюк будет выражать интересы той части Украины, собственно Бандеровской, которая воспринимала Советский Союз как проигрыш и воспринимала немецкую армию как армию освободителей. Собственно говоря, это и есть заявка. И сын историка, Яценюк сын историка, в таких вещах ошибаться не может. Таким образом, Киев продолжает навязывать Европе мысль «Наша безопасность – это ваша безопасность. Чем больше безопасности мира на Украине, тем больше безопасности и мира в Евросоюзе». Этот вектор – стопроцентное повторение тезисов недавнего интервью известного финансового спекулянта Джорджа Сороса немецкому журналу «Цесейро». По его мнению, на Донбассе Россия воюет с Европой, и сумма помощи Украины должна составлять что-то около 50 миллиардов долларов, потому как проигрыш повлечет распад Евросоюза. Может показаться, что это интервью – программное требование заокеанских финансовых воротил на стратегическую перспективу. Солидаризироваться, собственно говоря, со спекулятивным капиталом всегда достаточно сложно. Да, Сорос может периодически синхронизироваться и выражать интересы, в том числе и более широкого имущества на класс Америки, но в первую очередь, естественно, идет игру свою личную, свою собственную. Тогда, на самом деле, во время Майдана был парадоксальный рост стоимости. Примерно 50 украинских корпораций, которые выросли в стоимости от 30 до 300 процентов. То есть кто-то их интенсивно скупал. И, судя по всему, как сейчас выясняется, это Джордж Сорос, потому что его требование о том, что Европа должна вложить 50 миллиардов долларов в Украину, оно как раз-таки очень похоже на заявление финансиста, который чувствует, что прогорает и которому сейчас срочно нужно спасать свои собственные капиталы. Скорее всего, именно в духе соросовских тезисов и ввел свои переговоры премьер Яценюк с немецкими партнерами, требуя все новые миллиарды, увязывая в своих выступлениях Украину и Евросоюз в единую цепь. На следующий день, 8 января, стало известно, что Еврокомиссия приняла решение предоставить Киеву еще около 2 миллиардов евро в виде среднесрочного кредита. А уже в понедельник, через 4 дня после берлинского вояжа премьера Яценюка, в Киеве президент Порошенко радостно принимал Джорджа Сороса собственной персоной. Тему исторических и дипломатических взысканий Арсения Яценюка, а также ситуации на Украине и вокруг нее, мы обсуждаем с известным политологом, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Ставший уже анекдотом высказывания Яценюка о вторжении России на Украину и в Германию. Не могли бы вы их как-то прокомментировать? Что касается вот этого высказывания Яценюка, то, вы знаете, я вообще склонен считать это какой-то оговоркой. Хотя, может, это и не популярная интерпретация. Но поскольку он находится, Яценюк, как мне кажется, в состоянии психического неравновесия, он не вполне контролирует как бы то, что говорит. И поэтому потом стал оправдываться через свою прислужбу, потом сам говорил, что он там имел в виду, что очевидно не имеет никакого отношения к сказанному. Там все сказано ясно, просто и возмутительно. Но есть, конечно, и другие интерпретации. Некоторые считают, что он готов говорить что угодно, чтобы выглядеть максимальным врагом России и как бы лидером партии войны в Украине. Я не исключаю такую интерпретацию, хотя, как я уже сказал, Слонин думает, что, скорее всего, он просто оговорился. А что касается его желания предстать в образе главного врага России, то, конечно, он многократно это подтверждает своими выступлениями и предложениями, и вообще тем, как он руководит правительством Украины. И я думаю, что он, в общем, удерживает, по-видимому, такую пальму первенства среди украинских русофобов во власти. Скажите, а следует ли ожидать нового витка боевых действий? Я бы привел здесь высказывание Лаврова о том, что есть информация о том, что Украина готовит такое масштабное силовое решение проблем в Востоке. И это, ясно сказано, не случайно. Я считаю, что это, вообще говоря, сигнал к тому, что... Да, он, кстати, и сказал, что это будет катастрофа. Не сказал, для кого и для чего, но, в общем, сами понимаете. И я думаю, что отчасти это что означает? Что Россия готова, как резкие действия, любые резкие действия Киева, может быть, даже просто батальонов, которые не вполне управляются главнокомандующим, интерпретировать как начало наступления и действовать в соответствии с этой логикой. Не хочу сейчас обозначать это более определенно, но я убежден в том, что Россия не может допустить поражения Юго-Востока, то есть захвата, как бы силового захвата Юго-Востока украинской армии. И это, чревато, конечно, очень серьезными последствиями. Каков расклад политических сил на Украине вообще, и какие из них, из этих политических сил, заинтересованы в продолжении войны? Ну, правда. Тут, как бы, и есть просто идеологи украинского интегрального национализма, которые, ну, как бы, всю свою политическую карьеру, и я бы даже сказал, рассматривают как некое продолжение той войны, которую ввели украинская повстаническая армия против Советского Союза, как бы, в союзничестве из гитлеровской Германии, они, и они дождались момента, когда, как бы, вся страна, руководители страны говорят голосом этих интегральных националистов и бандеровцев. Вся страна говорит этим голосом. Ясно, что это, ну, лучше, как бы, мечты сбылись, что называется, этих людей, которые попытаются, как бы, перевести Украину в такую, я бы сказал, чисто галичанскую идентичность, что вся, как бы, такая страна. Хотя, конечно, это абсолютно не так. Какую роль в конфликте играет давление Запада на Россию? Вы знаете, я думаю, что после того, как началось падение цен на нефть и падение рубля, у Запада появилось, причем я тут хочу сказать, что речь надо вести о консолидированном капуле. Пока все-таки разговоры о противоречиях между Германией и американцами, это в основном отлукавлено. Пока они действуют в общем, действуют в одном русле. В целом Запад, видимо, считает, что можно попробовать Россию дожать. Дожать – это означает заставить ее капитулировать. И причем капитулировать, как бы, масштабно. Не только заставить, как бы, отказаться от поддержки Угла Востока, но также и, ну, уйти из Крыма. Реально, Запад сегодня испытывает Россию на прочность, как бы, пытаясь заставить ее капитулировать. Что, по-моему, бесперспективно. Мы попали в бурю, корабль получил пробоину, но курс менять не будем и матросов откачивать за бортную воду не пошлем. Таков посыл капитанов российской экономики собственному народу. Прозвучал он с трибуны пресловутого Гайдаровского форума. Первую скрипку там, естественно, сыграл премьер-министр Медведев. Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все, она не может дать ни устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает технологические инновации и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни. Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономического развития. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля. Ну, что тут скажешь? Комментарий, как говорится, излишний. Разве что упомянуть заочную, а порой и очную полемику двух непримиримых противников внутри экономического блока правительства. Я говорю о министре финансов Силуанове и министре экономического развития Улюкаеве. Вроде бы все у этих господ на противоречиях. Один говорит, надо экономить, другой говорит, надо тратить. Один говорит, бюджетным правилам в кризис можно и пренебречь, другой говорит, соблюдать неукоснительно, хоть умереть. Один говорит, деньги из страховочных фондов надо брать, другой говорит, ни-ни-ни-ни. Вот только как так получается, что суть высказывания обоих лютых противников одна и та же. Денег на развитие реального сектора, то есть промышленно-эстетистическое хозяйство, давать ни в коем случае нельзя. А у Улюкаев на форуме еще и эрудиции решил блеснуть. Начал свое выступление цитатой из Владимира Ильича Ленина. Эта эпоха, эпоха благостного развития, миновала безвозвратно. Она заменилась эпохой сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной. Эти слова были написаны Лениным ровно сто лет назад. Забыл только Алексей Валентинович, что у Ленина, кстати, выражаясь языком самого господина министра, блистательного антикризисного менеджера, есть и более актуальные высказывания, например, о революционной ситуации. Цитата. «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде». Конец цитаты. Ничего не напоминает? По счастью, в нашей жизни есть не только Улюкаевы с Медведевыми, но и более достойные люди, например, экс-премьер-министр Евгений Примаков. 13 января, выступая на очередном заседании «Меркурий-клуба», он заявил, что сегодня для России единственной возможностью является опора на внутренние резервы. К таким резервам можно отнести введение госмонополии на алкоголь. В истории России было шесть периодов, когда действовала государственная монополия на производство и сбыт спиртных напитков. Вряд ли это можно назвать совпадением, но под свой контроль государство брало алкогольный рынок, когда казна была пуста, а деньги были нужны срочно. На уходящей неделе очередную годовщину введения госмонополии на алкоголь отметила наш корреспондент Регина Лисаченко. Первым, кто просчитал экономический эффект от введения государственной монополии на алкоголь, стал московский князь Иван III. Вокруг Москвы шло интенсивное объединение русских земель, а казна была пуста. Первая российская алкогольная монополия была учреждена в 1474 году и действовала почти 60 лет. В 1652 году Алексей Михайлович Тишайший вел вторую по счету государственную монополию. Россия в очередной раз воевала с Польшей. Отмена ГМП, то есть госмонополии, странным образом совпала с заключением мирного договора в 1681 году. Уже через 15 лет сын Алексея Михайловича, Петр I, берет под полный контроль государство винокуренное производство. На войну создание армии и флота царю нужны были деньги. Четвертая госмонополия на производство водки и вина была введена 13 января 1819 года Александром I. Из войны с Наполеоном Россия вышла победительницей, но экономика страны была подорвана. Внешний долг был огромным, равно как и бюджетный дефицит. Согласно царскому указу, частные заводы обязаны были продавать казне все произведенное вино. В ответ на критику действий властей, тогдашний министр финансов России граф Егор Конкрин предложил членам Государственного совета найти другой равный источник дохода. Через пять лет 26% госбюджета составляли так называемые пьяные деньги. В 1895 году по инициативе уже другого российского министра финансов Сергея Витты была введена пятая по счету госмонополия на алкоголь. Винокуренные заводы могли принадлежать частным предпринимателем, однако производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на государственных складах и продавался в государственных винных лавках. Питейная, как тогда говорили монополия, обеспечивала четвертую часть поступлений в бюджет. В каждом областном городе России был построен ликероводочный завод крупный. Вот в Москве Кристалл, в Минске Кристалл и так далее. До сих пор было построено порядка 120-130 крупных заводов. Закончилась питейная монополия в 1914 году. С начала Первой мировой войны торговля спиртными напитками в России была вовсе запрещена. В январе 1924 года советское правительство ввело в стране шестую по счету госмонополию на производство и продажу алкоголя. В середине 80-х в СССР продажа водки давала треть доходов от торговли продовольствием или одну шестую часть товарооборота советской торговли. В структуре розничной торговли действительно алкоголь занимал по деньгам 22-23%. Алкоголь был действительно дорог, но за счет этого было дешево многое другое. Достаточно привести простой пример, эквивалент. Одна бутылка водки по цене равнялась, ну скажем так, платежу семьи за двухкомнатную квартиру, включая газ, телефон, электричество, жилплощадь и так далее, и так далее. Можно посчитать сегодня, сколько семья тратит на, скажем так, коммунальные платежи, ну там двухкомнатные в пределах 5000 рублей, бутылка водки 200-250 рублей. 7 июня 1992 года президент России Борис Ельцин своим указом отменил госмонополию на алкоголь и началась вакханалия. Только по официальным данным МВД на территории одной Московской области в 1996 году было построено 100 нелегальных заводов и заводиков по производству водки. Объем легального рынка упал до минимума. Производство алкоголя и его продажа стало одной из самых криминогенных областей российской экономики. Впрочем, сегодня обстановка ненамного улучшилась. По мнению специалистов того же Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя более 60% водки попадает на полки магазинов нелегально. Сегодня 65% объема алкоголя крепкого нелегально с неуплаченным акцизом, либо суррогатно. То есть вообще производится с рук где-то в кустарных условиях. По оценкам специалистов, денежный оборот только в легальном секторе производства и продажи алкоголя в 2014 году составил более 2 триллионов рублей, плюс еще 1 триллион заработал бизнес на продаже нелегальной продукции. Качество такой водки – это отдельный разговор. Что касается государства, то в виде акцизов и НДС казна получила всего 350 миллиардов. Это чуть более 1% от бюджета. А теперь представим, что в России существует госмонополия на алкоголь. И весь доход капает в карман государства. Несложные арифметические расчеты показывают, что это не менее 20% бюджета. В нынешней ситуации эти 2-3 триллиона, ох, как бы пригодились. Где брать вот эти выпадающие доходы? Ну, в нормальных государствах их ищут в реальном секторе экономики, в реальном налогообложении. Почему сегодня, в кризисное время, мы ничего не получаем от этой баснословно богатой отрасли. Мы говорим, что хотя бы временно, на время кризиса, давайте национализируем производство спирта и реализацию этой продукции. Но ведь не хотят. В 2003 году соседняя Белоруссия вела госмонополию на продажу алкоголя. Итогом реформы явились высокие поступления денежных средств в бюджет и высочайшее качество продукции. На Украине после национализации укрспирта уже в первый год поступления в госбюджет увеличились на 60%, а за два года удвоились. Кстати, в Латвии и Литве действуют госмонополии на производство вин и крепких спиртных напитков. Пример более чем показателен. На сегодняшний момент в России КПРФ – единственная политическая партия, в программе которой прописано введение госмонополии на алкоголь. По мнению коммунистов, национализация отрасли не только позволила бы наполнить бюджет дополнительными средствами, но и ликвидировала бы черный рынок паленой водки. Однако у противников введения в Россию госмонополии свои аргументы. Они считают, что все заработанные деньги будут уходить на содержание самой системы и прибыли не будет вообще, а государство как госменеджер и вовсе загубит отрасли. Так что лучше синиться в руках в виде акцизов и НДС, чем журавль в небе – алкогольная госкорпорация. Я делал специальный анализ эффективности государственного сектора и частного сектора. Вот на сегодняшний день у нас государственный сектор эффективнее частного в 2,8 раза. При национализации предприятий, производящих спирт, ликероводочную продукцию, ничего в общем-то не изменится. Управлять этими заводами будут те же менеджеры, те же директора, те же специалисты, которые работали на этих заводах. Только доходы пойдут не в карман олигархов, а в карман государства. Сегодня для России единственной альтернативой является опора на внутренние резервы и возможности. К таким резервам можно смело отнести введение госмонополии на алкоголь. Как показала история, это не самый плохой вариант. Госмонополия на алкоголь не единственный способ пополнить казну в критический момент. Когда деньги нужны позарез, зачастую всплывает идея пресловутого золотого стандарта. Так уж получилось, что наша сегодняшняя программа отчасти экскурс в историю. В январе 1897 года в России уже вводили золотой стандарт. В том, какую цену заплатила страна за этот эксперимент, разбирался наш корреспондент Георгий Крысенко. Сегодняшнее экономическое положение не только в России, но и в мире рождает самые разные варианты по изменению финансовой системы. И среди них все более популярны предложения по возрождению так называемого золотого стандарта. Однако опыт использования золотой валюты в нашей стране показывает, что игры с золотым тельцом заканчиваются весьма плачевно. Тому есть яркий пример из истории. В январе 1897 года тогдашний министр финансов Сергей Витта, что называется, продавил новую реформу, привязав национальную валюту к золоту. Введение золотого стандарта слишком дорого обошлось России. Для этого пришлось уменьшить содержание золота в рубле. Что это означает для внешней торговли? Ну, прежде всего, если у нас золотой стандарт, то мы расплачиваемся за границей золотом. И в этом случае мы за рубли платим больше золота, чем до реформы. Ясно, что это мощный удар по внешней торговле. При золотом стандарте денежные обращения связаны не с товарной массой, а с количеством золота у центральных банков, у казначейства. Вот как бы этим золотом и обеспечивается эмиссия бумажных денег. Но ведь это означает, что очень многие регулирующие функции денег просто теряются. Для России золотой стандарт оказался особенно неподъемной ношей, поскольку покрытие рубля золотом приближалось к 100%, что было намного выше, чем в других странах. Страна быстро задохнулась от нехватки денег. На ее шею натянули золотую удавку. Чтобы хотя бы немного ее ослабить, пришлось просить золотые кредиты за рубежом. И такие кабальные заемы с удовольствием предоставил пресловутый клан Ротшильдов. Для России это обернулось, конечно, трагедией. Я без всяких там кивоков и без всяких недоговорок прямо называю это трагедией. Надо сказать, что Россия сознательно наступила на те грабли, которые были подброшены многим другим европейским странам. Россия неожиданно одна из последних принимает золотой стандарт. То есть иначе как провокацией, как государственным преступлением это квалифицировать нельзя. Золотая реформа Витты в результате нанесла нокаутирующий удар по российской экономике. Переход на золотой стандарт одномоментно понизил курс серебряных денег в полтора раза, фактически обобрав все население империи. В 1914 году внешний долг России был крупнейшим в мире и составлял 6,5 миллиардов рублей. Страна оказалась должна в пять раз большую сумму, чем у нее имелось золотых денег. Необходимость поддержания золотого стандарта в значительной степени обусловила довольно большую зависимость России от внешних финансовых рынков, необходимость привлекать иностранные займы для того, чтобы обеспечить финансовое равновесие в экономике. Ротшильды были основными кредиторами России в начале 20 века. Именно через их банковские дома предоставлялись и размещались займы Российской империи за рубежом. Естественно, как посредники, они получили от этого немалую прибыль. Сейчас наступил момент, когда мировые банкиры готовы еще раз сыграть с остальным миром в золотую рулетку. Все чаще в разных странах раздаются призывы, что нужен новый Бреттон Вудс с золотой валютой и фиксированным валютным курсом. Такой вариант реинкарнации золотого стандарта в мировом масштабе. Уже несколько лет в СМИ навязчиво муссируется тема золотого юаня. А теперь все более популярной становится и идея золотого рубля. Ротшильды как были хозяевами золота, так они ими остаются. И поэтому сегодня достаточно много разговоров о том, что надо бы вернуться к золотому стандарту. Но в действительности золотой стандарт нужен лишь тем, у кого много желтого металла и кто готов давать его взаймы. Хозяева золота богатеют, весь остальной мир приходит в упадок. Кроме того, для современной экономики очень важна мобильность большой массы денежных средств. Для ее переброски и инвестиций золотое обеспечение неприемлемо. Если мы, скажем, закрепим за нашей валютой какое-то твердое содержание, золотое содержание, то это приведет к тому, что при повышении стоимости золота на валютной бирже, на бирже металлов точнее, мы будем иметь как бы повышенный спрос на наши рубли, чтобы менять их на золото. А в результате мы как бы превратимся в такой пылесос для… Вот эта денежная система получит значение такого пылесоса, с помощью которого мы будем выбрасывать по дешевке золото на Запад. Я не думаю, что это вообще реальный проект, потому что ввести такое же золотое обеспечение рубля, каким оно было, скажем, в конце 19 века, такой же золотой стандарт, который существовал в тот период, сейчас практически уже невозможно. Просто-напросто издержки на золотое обеспечение рубля сейчас будут настолько велики, что экономика с этим просто не справится. Сейчас, когда мы стоим тоже перед необходимостью проведения активной промышленной политики, существенных изменений в структуре экономики, опираться на золотой рубль было бы просто-напросто смешно. Может быть, сегодня стоит вновь обратиться к опыту СССР, где в сфере внешних расчетов действовала государственная валютная монополия, а рубль для внешних операций не использовался. Именно благодаря той денежно-кредитной системе, которая сложилась в стране к началу 30-х годов, нам удалось провести индустриализацию, а до начала Великой Отечественной войны было построено почти 10 тысяч предприятий. Одновременно страна наращивала свои золотые запасы. Этот советский опыт сегодня востребован как никогда, но, к сожалению, нынешние российские либералы полностью игнорируют ценные уроки истории. Георгий Крысенко, Николай Домрин, Наталья Корочкина. Тема недели. Поиск финансовых средств в кризисной ситуации – это дело сложное и неблагодарное. Но есть одна сфера, вложение в которую отобьются хоть и не скоро, но гарантированно и многократно – это образование, то есть вложение в человека. В начале года премьер-министр Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, официально объявленные цели – развитие современных механизмов содержания и технологий общего и дополнительного образования, а также популяризация среди молодежи научно-образовательной и творческой деятельности. Кроме того, важной задачей является создание инфраструктуры, которая обеспечит условия для обучения и подготовку кадров для современной экономики. Предполагается, что одной из главных задач федеральной целевой программы также станет формирование востребованной системы оценки качества образования. Попробуем разобраться, что же на самом деле кроется за всеми этими наукообразными и длинными словами. Ибо, не скроем, когда за дело берется Медведев, в душе становится как-то тревожной и хочется вызвать МЧС. Как говорят знающие люди, в сфере образования мы стоим перед совершенствованием бессмысленным и беспощадным. Нельзя совершенствовать то, что совершенствованию не подлежит. Беседу о делах наших скорбных в области образования мы продолжаем с гостем нашей студии, Александром Абрамовым, членом-корреспондентом Российской академии образования. Здравствуйте, Александр Михайлович. Вот тут совсем недавно правительство Медведева, нашего дорогого, приняло программу развития образования нашей страны до 2020 года. Вот скажите, пожалуйста, как можно принимать программу развития того, что разрушается и вообще едва ли существует? Казалось бы, программа развития образования, которая затрагивает всех миллион людей, она должна была бы взволновать. И кроме Украины мы должны были обобсуждать с пылом и жаром, вот что сказано, значит, что нас ждет, как мы будем развиваться и как мы будем процветать. Ничего подобного нет. Сильно подозреваю, что кроме нашего диалога в эфире сейчас ничего подобного не существовало. Общая оценка, во-первых. Вот я к вашему вопросу вернемся обязательно. Общая оценка. Концепция – это краткое изложение системы взглядов. Документ на сколько там, на много сотен страниц, 400 или 500, я не знаю, не считал. Но очень много. Это не концепция. Это разлагольствование. И поэтому общая оценка такая, что никакой концепции, тем более реформирования, там, кстати, употреблено на слово реформирование, в природе не существует. Есть достаточно позорный документ, законченная пустота, и здесь возникает другой вопрос. Это было поручение президента от 7 мая, когда он вступил в силу. Поручение, по моему убеждению, не только моему, полностью провалено. А сейчас-то что мы имеем на выходе после всех реформ постсоветской эпохи? Еще раз повторю вопрос. Национальную катастрофу. Даже так? Национальную катастрофу. Потому что особенно ускорение деградации, деградация началась не в 90-е годы, но спуск начался в 70-х, а потом все это резко ускорилось. Ну, давайте что там доказывать. Если системы средненачального, системы профтехобразования не существует в природе, система высшего образования все понимают, что липовые дипломы. Что касается школы, то мы видели в прошлом году по результатам ЕГЭ, когда уровень безграмости зашкаливает, и по математике, и по русскому, когда пришлось снижать баллы, чтобы не было двоек большого числа, и люди не вышли на площадь. Хорошо. Но тогда получается так, что у нашего правительства нет какой-то своей политики в области образования. Или есть? Отсутствие политики тоже политики. На мой взгляд, есть. Вот судя по всем действиям, потому что все действия, все программные документы, вообще все решения, они не затрагивают существа дела. Они не направлены на рост потенциала системы образования. Рост потенциала основные – это учительский корпус, преподавательский корпус. Это содержание образования, которое не модернизировалось, потому что то, что называется стандартами – это законченный позор. А сейчас там уже еще подготовили программу, про которую никто не говорит. Но там безобразия достаточно очень много. Это система средств обучения. И это, наконец, на самом деле самое главное – образовательная среда. То есть та атмосфера уважения или неуважения, которая есть в обществе по отношению к образованию. Вместо этого делаются совершенно имитационные шаги. Вот есть политика имитации активности в сфере образования и имитация приоритетности. Это все псевдодействия, которые не могут улучшить существо дела, не могут изменить ситуацию. Но могут хорошо обеспечить достаток господ-чиновников. Разумеется, они при деле, потому что постоянно, с какой-то периодичностью, каждые два месяца мы слышим про новую инициативу. Потом эта инициатива погибает, про него забывают. Но деньги, что называется, освоены. Вот, скажем, возьмите под этой программой в условиях, когда мы… у нас понятно, что экономическая и финансовая ситуация крайне трудная. Но туда выделены большие суммы. 88 миллиардов долларов суммарно на эту программу. Была бы моя воля, я бы рубля не дал под такую программу. Сейчас наша страна обложена санкциями со всех сторон. Но санкции – это не только отсечение, скажем, от банковских кредитов, не только не поставка каких-то товаров, это еще отсечение от технологий, от всех открытий научных, не обязательно, кстати, технических, которые делаются в мире. Есть ли у нас… остался ли еще у нас достаточно интеллектуальный потенциал, чтобы этим санкциям противостоять? – Знаете, я думаю, что это ключевой вопрос. И вот так вот и, собственно, и надо ставить. Но страна превратилась в ассордионные крепости. В ассордионные крепости, значит, вот гарнизон действует очень сплоченно, очень эффективно, принимает какие-то очень быстрые действенные решения. Ничего подобного нет. И вот что касается проблем образования науки, ну и действительно, в частности, технологий, я думаю, что в этой ситуации это ключевой вопрос, ключевой. И проблема… много говорят про импортозамещение. Эту проблему можно решить только тогда, когда состоится процесс, налажен процесс импортозамещения рук и мозгов. Вот это самое главное. Поэтому образование наука действительно становится приоритетным. Что касается вашего вопроса, есть ли остатки, знаете, думаю, что все на пределе. И, собственно, это и есть ключевая проблема страны. То есть, только то, что наработано в советскую эпоху, что от нее осталось? Да это-то полбеды. Понимаете, осталось очень мало людей, способных обеспечить новый рост и передать эстафету. Эстафета не передавалась. Причем это касается разных областей. Поддержка и наращивание потенциала? Человеческого потенциала нет. Провал безумный. Другое дело, что, понимаете, я думаю, что мы уже за красной чертой, но даже вот в критической ситуации именно этим и занимается. Что любой ценой нужно сохранять и умножать вот этот человеческий потенциал в разных сферах. Это в космосе, в авиации, не только, кстати говоря, в той же самой сфере образования. Но для этого нужны, в первую очередь, задачи достойные. Люди придут. Понимаете, людей всегда не хватает. И квалифицированных особенно. Люди придут, если будут поставлены серьезные, интересные, увлекательные, привлекательные во всех смыслах и морально-материальные задачи. Задачи нет. В одной из своих статьи вы пишете, что нельзя решить проблемы образования, не меняя политику. Политику в самом широком смысле слова. Как вы видите контуры этой политики? В какую сторону ее надо менять? Ну, контуры новой образовательной политики, но не звуко образовательной. Ну, я несколько вещей совершенно очевидных и необходимых укажу. Во-первых, полная смена системы принятия решений. Вот только полностью изменив систему принятия решений, можно, ну, понимаете, компьютер, в котором есть вирус, не надо мне напроподить. Сейчас у нас система управления, система принятия решений, что касается образования и науки, точно, она совершенно порочна. Ну, как ее нужно менять? Нужно создать определенную процедуру, отказаться от той процедуры, которая есть, ведь как возникают такие бумаги? Не только в сфере образования, вот, которую мы обсуждаем сегодня, с которой мы начали. Как? Есть указания сверху. Принять к такому-то времени концепцию развития образования. Приглашаются люди, неизвестные. Обратите внимание, что все документы, не только в образовании, анонимны. Неизвестные эти разработчики. Я твердо знаю, что эти разработчики, они существуют, они получают весьма неплохие деньги, и что существовало и существует множество рабочих групп в разных министерствах для подготовки очередного исторического документа. Понимаете, решения должны принимать профессионалы. Следовательно, нужно начинать с того, что сделать ставку на профессионалах, немногих профессионалов, которые остались. В свою очередь, нужна система защиты снизу. Экспертиза. Экспертное профессиональное сообщество. Нужно вложиться, нужно активизировать изверху и снизу создание профессиональных сообществ. Это защита от дурака и борьба за передовые действительно идеи. Без этого ничего не будет. А у нас существует непрофессионализм по всем направлениям. У нас существует непрофессионализм, у нас существует анонимность. Понимаете, никто не знает, кто есть автор великих решений. И решения не просчитаны, как вот мы видим, нет по этой бумаги, не только по этой. Кстати говоря, в том же самом ЦК КПСС был очень хороший агентический аппарат. Сейчас я думаю, что вот эта система разработки, она полностью развалилась. Первая, действительно, должна быть битва за профессионализм. Никто же никого не слушает. Вот здесь мы обсуждаем совершенно очевидную вещь. Позорное состояние бумаги, имеющее серьезное значение для страны. Но кто-нибудь слушает эту критику? Кто-нибудь слушал критику ЕГЭ там и так далее, и так далее? Собака лает, караван идет. Но караван-то идет не в ту сторону. Александр Михайлович, в завершении нашей беседы вы сказали много вещей страшных, если по-хорошему говорить. Можно ли сказать что-нибудь ободряющее, подать какую-нибудь надежду? Знаете, надежда заключается в том, что современная ситуация подталкивает людей к размышлениям о том, что происходит в стране, что будет происходить с нами, с детьми, с внуками. И тогда, может быть, вот это вот, хотите или не хотите, прежде всего мы родители. Тогда возникнет вот эта система вопросов. Общество проснется. И начнет требовать и отчетов, и действенных шагов. Шагов. Выверенных шагов. Большое спасибо, Александр Михайлович. Я хочу напомнить, в гостях нашей студии был Александр Михайлович Абрамов, член-корреспондент Российской Академии Образования. Большое вам спасибо, Александр Михайлович. Стремительное падение цен на нефть создает схожие проблемы для России и Венесуэлы. Для обоих государств это в первую очередь обесценивание национальных валют и замедление темпов экономического развития. Именно решение этих проблем искали в Москве президенты Путин и Мадуру. Хотел бы отметить, что Венесуэла, безусловно, является не просто нашим другом, а очень близким партнером, один из ведущих партнеров латинских. Вечной дружбой поклялись, реального решения реальных проблем не нашли. Так вкратце охарактеризовали наблюдатели результаты встречи в Кремле. От себя стоит добавить, что прорыв, в общем-то, никто и не ожидал. Не могут две страны, пусть даже с таким нефтяным потенциалом, как у России и Венесуэлы, реально повлиять на обвальную ситуацию на нефтяном рынке. Здесь действуют иные рычаги и иные механизмы. Все они, к сожалению, вне сфер влияния Москвы и Каракаса. Ну вот на этом на сегодня и все. До следующей пятницы и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова